Друзья, всем привет! И сегодняшний тест-драйв я запишу от первого лица. За моей спиной BMW X1. Это самый доступный паркетник от компании BMW. В моем случае версия X1 18D, 150 лошадиных сил. Розничная цена такого автомобиля в комплектации Sportline порядка 2 миллионов 860 тысяч рублей. Но купить его вы можете по цене примерно 2 миллиона 150, 2 миллиона 250 тысяч рублей при хорошем торге. Что вы получите за эти деньги? Присаживайтесь поудобнее. Прямо сейчас вы обо всем этом узнаете. Мы начинаем прямо сейчас. Поехали! Я хочу с вами поделиться просто первыми ощущениями. Первый раз я присаживаюсь в этот автомобиль. Но на самом деле, вот прям когда только-только садишься, думаешь, вот иногда говорят, BMW начинается с пятой серии. И здесь с этим, конечно, сложно будет не согласиться. Понятное дело, что автомобиль более доступный по цене. В тот же момент, ну как-то вот все простовато. Давайте с вами отталкиваться от того, что данный автомобиль вы сможете купить по цене примерно 2 миллиона 150, 2 миллиона 200 тысяч рублей непосредственно в нашей комплектации. Что вы получите за эти деньги? Ну, в принципе, это неплохой кроссовер по его размерам. Габариты я вам сейчас вывожу на экран, но в целом я на нем покатался по городу, по трассе. Автомобиль вместителен. За что люди выбирают паркетники? Ну, в первую очередь, более комфортная посадка, раз. Более безопасные эти автомобили, два. Более вместительный багажник, три. У этих автомобилей, как правило, всегда есть версия с полным приводом, четыре. В общем, что я вам хочу показать. Вот багажник на этом автомобиле объемом идет в сложенном состоянии 505 литров. Я его тестирую по полной программе в разложенном состоянии, как у нас сейчас, полторы тысячи литров. И этого более чем достаточно при условии того, что я хаотично разложил вещи и отвожу их дальше. Соответственно, если вы покупаете автомобиль, поехали куда-то на дачу, в путешествие, все самое необходимое у вас, в принципе, поместится. А места сзади, как оказалось, более чем достаточно. Ну, вот смотрите, я присаживаюсь за пассажиром. Пожалуйста. И тут то, о чем я вам говорил, спинку нельзя откинуть, поэтому вот только сел, вроде бы неплохо, но на дальнее расстояние я уже просто спиной чувствую то, что будет напряжено. А вот присаживаясь за руль автомобиля, когда вы все настроили под себя, в целом вопросов никаких не возникает. С точки зрения эргономики, ну, действительно достойная оценка. Все на своих местах. Когда вы передвигаетесь по городу, либо по трассе, придраться не к чему. Ну, вот с точки зрения интерьера в целом, здесь, естественно, все на любителей. И самое главное, ощущается, что это самая доступная версия от компании BMW с точки зрения паркетников. Посидев в X3, посидев в X5, в X6, в X7, ну, естественно, вы скажете, это все слишком просто здесь на вкус и цвет. Но самое главное, друзья, не забывайте, что это автомобиль для определенного сегмента рынка. Некоторые пишут, слишком просто, не так. Приборная панель в нашем случае еще старая. У этих автомобилей есть рестайлинговая версия, отличием которых как раз будет новая приборная панель, более продвинутая. И незначительное отличие по внешнему виду. В целом, по технической части, все остается точно таким же. Мультимедиа старая, маленькая, все это маленькое. Это действительно ощущается, с этим невозможно спорить. На мой взгляд, вообще, автомобиль больше как женский, нежели чем мужской. Если бы я рассматривал автомобиль, я бы однозначно выбирал версию только с M-пакетом. Уж больно они мне нравятся. И руль в M-пакетах другой намного приятнее, на мой взгляд. Многих бомбит именно с этого селектора переключения передач. Потому что на версии с бензиновым мотором он будет в виде джойстика маленького. А здесь тут прямо такая, знаете, как будто DSG коробка стоит, но селектор переключения передач от нее. А так все на своем месте. Я передвигаюсь на машине, все интуитивно, понятно. Но, опять же, я сейчас сам являюсь владельцем BMW. Нужно покататься, пощупать. Вот, обращаю ваше внимание на дисплей. Вот сегодня все мы пользуемся, кто айфоном, кто хиаоми, кто самсунгом. В общем, большими телефонами с большими дисплеями. Когда я сел за этот автомобиль, начал по нему лазить, знаете, такое ощущение, как будто бы вот мультимедиа здесь. Это как взять сейчас, например, телефон размером с айфон 4. Непривычно. Действительно, маленький дисплейчик, хочется его побольше. По оснащению все стандартно. Диодная оптика, как я сказал, управление светом, мультируль. Самая крутая фишка на всех этих автомобилях, но не только на этих, это сейчас лимит. То есть, можно выставить, допустим, чтобы машина не разгонялась больше 60. Вы таким образом не будете нарушать правила дорожного движения. Если вдруг вам нужно экстренно разогнаться, педаль в пол, и машина едет экстренно быстрее. Дальше, смотрите, здесь все различные подстаканники. В общем, автомобиль такой, знаете, ну как будто бы как бы сделан полусемейный, да, ну а он таким и сделан. Со мной, со стороны, он вроде бы и молодежно выглядит, но в тот же момент не дурно здесь сесть с молодой семьей и отправиться куда-то за город на дачу. Я отмечу, что тяга хорошая 0,60. Вот 0,60-40-80 километров, вот то, что нужно диапазон для города, достойно. Для дизелька тянет неплохо. Все, что свыше, либо когда вы нажимаете на педаль в пол с ожиданием, что вы прямо сейчас полетите, это после 80 однозначно пропадает. Ну так, в целом, машина жестковата, но на дороге стоит хорошо. То есть перестраиваться влево-вправо, удовольствие получаешь, ну понимаете, не то чтобы даже удовольствие, нет никакого дискомфорта. Сам по себе автомобиль, вот я сижу там, настроил под себя сидение, не в обиду ни в коем случае никому, но больше складывается ощущение, что это женский автомобиль. Вот для жены, для девушки, там, не знаю, для дочки, чтобы там мама возила там внуков куда-то в детский сад, если она есть за рулем, то этого будет здесь достаточно. Мне, как молодому парню, ну маловато как-то, знаешь, так как-то простенько, хотелось бы чего-то более агрессивного. Вполне возможно, что не хватает просто М-пакета. В М-пакете автомобиль смотрится интереснее, но здесь уже выводы делать только вам. Мы разгоняемся чуть быстрее 100 км в час и шум, ну действительно, ощущается сильнее гораздо, чем на тех же самых более продвинутых версиях. Я по этой дороге, по этой трассе тестирую разные автомобили, специально сейчас выезжаю из города, чтобы можно было разогнаться, посмотреть, как машина стоит на дороге, что происходит с набором скорости. Чувствуется, что это более бюджетная версия. Хотя, при этом, вот сейчас, наверное, разговаривали с человеком, если ты пересаживаешься с машиной проще, например, там, какая-нибудь Крета или там еще проще автомобиль, с отечественной автомобилей ты пересядешь, конечно, для тебя это будет, ну, уровень совсем другой. Посади сюда человека с X3-го, с X5-го, он скажет, да это вообще что такое, это несерьезно. Поэтому здесь все нужно сравнивать, все мы с вами разные, все мы с вами по-разному зарабатываем. Для кого-то эта машина за счастье, он будет наслаждаться ей. И вот, казалось бы, BMW хорошо стоит на дороге, хорошо управляется, и его стихия трасса, но нет, вот этот автомобиль реально больше подходит для города. Все потому, что сейчас я еду по хорошей дороге, больше 120-130 разгоняешься, ну, откровенно шумновато. Автомобиль, такое ощущение, как будто это даже не немец, а японец. То есть, вот на скорости чуть больше, уже дискомфортно. Вы скажете, а зачем больше, ведь на трассе 110-120 можно ехать, тогда да, тогда вопросов никаких нету. Но вот при обгонах начинаешь разгоняться, обгонять, прям вот бьет по голове. Несмотря на то, что резина у нас стоит не шипованная, и в целом автомобиль дарит приятные эмоции именно тут управления. Но вот по шуму хотелось бы все-таки потише и передвигаться на нем по городу. Что у нас доступно по моторам? Вообще, их идет три штуки. Первый, это бензиновый на 140 сил, он идет вообще на автомобиле с передним приводом. И да-да, вы не ошиблись, вы не ослышались. В нашем случае, это рестайлинговая версия. В 2015 году BMW X1 был построен на новой платформе с передним приводом. Таким образом, это единственный автомобиль в линейке BMW X, который можно купить на переднем приводе. Второй, как в нашем случае, дизельный мотор 2 литра на 150 сил, 350 крутящего момента. Разгон паспортной этого автомобиля до первой сотни 9,3 секунды. Максимальная скорость чуть больше 200 км в час. Вес автомобиля тонна 605 кг. И зачем что-либо говорить, когда проще все это дело показать. Останавливаемся. Режим спорт включаем. Отключаем курсовую устойчивость. Делаю это просто так, я бы сказал. Потому что, ну, 150 сил, штатный мотор, штатная прошивка. Вот давайте разгонимся 0-100, потом посмотрим 100 и побольше. Опа! Опа! Ну, неплохо. Вот именно 0-60, знаешь, вот 0-40 прям вообще хорошо. То есть он срывается, пробуксовывает и поскакал. Ну, а теперь давайте имитировать. Вот мы едем по трассе, отличная дорога. 100 км, педаль в пол. Ну, очень медленно, друзья. Ну, просто прям вообще медленно. То есть, когда ты покатался на автомобиле типа 3-х литрового дизеля, ну, вот, раскачегарили маленько. Шума очень много. Ну, при этом нормально стоит. То есть едешь одной рукой, рулишь, чувствуешь машину. Еще больше шума. Ну, этого достаточно. То есть вот после 100 разгон прям вообще очень вялый. Что, собственно, дает понять, не для гонок эта версия сделана, а скорее для 70% в городе управления. Все остальное на трассе это вот загрузился и поехал куда-либо на дачу, в легкое путешествие, но точно не на дальнее расстояние. Есть мотор на 2 литра, где будет 190 лошадиных сил. Вот тот автомобиль будет ехать поинтереснее. И вот еду, а в голове крутится. Ну, с чем я ее могу сравнить? Вот что-то прямо она мне напоминает. Японца и напоминает она мне Мазду, ребята. Мазда тоже хорошо стояла на дороге. И вот всегда было ощущение после 100 кнаторов, как будто бы где-то открыто стекло. Я уже 10 раз это перепроверял, мало ли маленькая щель. Вот прямо вот схожие ощущения. Несмотря на то, что дизеля у BMW более надежны, чем бензиновые моторы, здесь принцип везде один и тот же. В идеале раз в 5-7,5 тысяч менять моторное масло, менять фильтр масляный, воздушный фильтр менять. И в целом вообще следить за автомобилем, естественно, его с одной стороны вроде бы не насилует, но с другой стороны, как его можно не насиловать? Ведь это BMW. Автомобиль действительно хорошо рулится, на нем хочется погоняться. Система полного привода, она работает достойно. Естественно, на сухом асфальте, вот на таком легком, да, бездорожье, по мокрой траве, по песку, ты не почувствуешь ее, она просто работает, а ты спокойно едешь без каких-либо напрягов. Эти автомобили, все системы полного привода, я уже об этом неоднократно говорил, сделаны исключительно для того, чтобы ты мог выехать из дома, из заснеженного двора, проехаться вот по такому подобному участку, какие-то говно на нем ехать. Ну, лично я даже в своих тестах, несмотря на то, что это чужой автомобиль, да, он сделан для тест-драйвов, не собираюсь, потому что не вижу в этом никакого смысла. Хотите кататься по бездорожью, по лесам, по лугам, по полям, отличный вариант купить себе трехдверную Ниву, поставить на нее здоровые колеса, подготовить автомобиль и получать бешеное удовольствие. А на этом автомобиле город, трасса. Если вы покупаете новый автомобиль, и вы планируете на нем покататься лет 5 и проехать 1150, по сути, с ним не должно случиться никаких проблем, если вы будете грамотно за ним следить, обслуживать его регулярно, мять масла, в общем, все, что я вам сказал. Если же вы хотите купить автомобиль лет на 10 и проехать 1300, ну здесь, друзья, какой современный автомобиль без проблем это отбегает? Такой срок. Ну, возможно, какие-то японцы, но опять же, сегодня японцы уже начинают потихонечку хромать. Поэтому автомобиль сделан исключительно для первого владельца, ну и для второго владельца на вторичном рынке. Что с ним будет? Через 7-8 лет, ну, компанию BMW, и в целом те, кто покупает эти автомобили новые, вряд ли это волнует. Важная информация по содержанию. Купили вы автомобиль, допустим, вам не дарят зимнюю резину, здесь она идет 18-ая, это примерно 45 тысяч рублей, вы не дополож сразу купите себе зимнюю резину. Застраховать автомобиль. Каска всегда считается индивидуально от вашего региона, стажа, возраста. В среднем вы можете держать в голове 1100 рублей, вы в Каска точно впишетесь. Понятное дело, что это может быть и дешевле. ОСАГО тоже индивидуально, техническое обслуживание, в среднем это будет, ну, порядка 20 тысяч рублей, но, скорее всего, это будет дешевле, опять же, если вы будете точно так же торговаться с официальными дилерами. Покупать автомобиль и там думать о том, что все сломается, может быть такое, без проблем. Любой абсолютно автомобиль, это некая лотерея, но в целом брак это 5%, как я вам ранее уже говорил, это нормальное явление. Поэтому бояться машин абсолютно не стоит. При этом я хочу отметить, что я не пытаюсь вам как-то его рекламировать, покупать вам его или не покупать, вы решите без меня. В целом машинка довольно простенькая, по технической части ничего такого выдающего, и все, она не дает. Опять же, я совсем недавно катался на 530-й, 3 литра дизеля, вот там, конечно, была песня. Эх! Об этом говорят очень часто, но на этой версии это прям очень сильно бросается в глаза. Но обратите внимание, спортивные сидения в нашей комплектации, которые, в принципе, очень даже хорошие, когда ты передвигаешься по городу, либо по трассе, открываешь дверь, само собой они механические. Но вот эти вот железки, регулировки, да, чтобы двигать вперед-назад, очень сильно бросаются в глаза. При этом регулировка поясничного упора у нас идет электронная. Хотя можно было бы это дело спрятать. На автомобиле пробег 200 километров, дверная карта идет с глянцевыми вставками. Когда вы будете смотреть автомобиль в салоне, конечно же, все это выглядит очень красиво, и здесь идет контурная подсветка, в вечернее время светится все круто. Но вот эти глянцевые вставки постоянно имеют одну стандартную проблему. Все в ляпках, машину помыло, уже какие-то разводы. В общем, постоянно придется натирать, особенно в солнечную погоду. Бац, и наступила ночь. Видали, как могу? Значит, возвращаюсь и обратно в Москву, еду по трассе. Еду примерно уже 50 километров со скоростью 110-120. То есть в том самом режиме, в котором я обычно передвигаюсь. М4, здесь везде камеры, собственно, народ так и едет. В основном. Расход топлива у нас получается 5,7 на 100 километров. Вот при таком режиме это, в принципе, реальный расход. Я бы даже сказал так, что 6 литров, это с учетом каких-либо обгонов. Конечно же, с вами я лукавить не буду. После более дорогих версий в машину садишься, ну, прям очень просто. Но не забываем о том, что если пересесть чего-то попроще, там, не знаю, там, солярис пятилетний, в простой комплектации, конечно же, ты будешь получать бешеное удовольствие. Поэтому здесь все реально сугубо индивидуально. Кто с чего пересаживается, кто на чем до этого ездил, тот выводы для себя и сделает. И освещение в ночное время, я бы сказал, аскетичное. Ну, на самом деле, я уже неоднократно это говорил, то, что чувствуется, то, что это самая доступная версия. Друзья, это все от зажратости. Вот кто-то посмотрит, я уверен, скажет, да, это не BMW, нужно брать что-то круче. А кто-то посмотрит, скажет, да, вы вообще офигели, все круто, синяя подсветка приятная. Самое главное, что, смотрите, как бы это ни выглядело, вот я скажу так, выглядит дешево, но все реально читаемо. Вот сидишь, едешь, ничего тебя никак не напрягает, все на своем месте, ты понимаешь, что действительно все сделано с умом. Кстати, обратите внимание, вот новая машина, фары запотевают. Паниковать о том, что вот фары запотевают, это у всех немцев, у Audi, у Mercedes, у всех это встречает. В течение там первой тысячи-двух тысяч километров, это реально все пройдет. Но даже не то, что тысяча-двух тысяч, там в первые две-три недели это уйдет. Вот просто не паникуйте, не надо сразу бежать к дилеру, то, что меняйте фары, покатайтесь, посмотрите, уйдет. А вот если не уйдет и будет становиться только хуже, ну тогда однозначно это будет принято как гарантийный случай. 18-е колесики, тормоза у нас обычные, штатные, в целом ничего особенного от них не ждешь. Вот когда спортивные тормоза, это чувствуется сразу, прям чуть тормоз нажимаешь, сразу останавливается. Здесь же такое плавное, мягкое торможение, но если вы ударите тормоз в пол, там экстренная ситуация, естественно машина сразу встанет колом. Сборка у автомобиля, кстати, Германия. 183 мм дорожный просвет, и вот казалось бы, обходя автомобиль по кругу, да и неплохо выглядит автомобиль. Хороший дизайн, узнаваемый дизайн. Я думаю, мало кто будет говорить, что это страшная машина. А так вот чем-то вас удивить по оснащению, естественно, нельзя, камера заднего вида есть, парктроники есть, полный привод есть, ну в общем, что еще нужно? Подогревы есть, сел, завел, поехал. Коробка у нас идет, конечно же, восьмиступенчатая, что добавить. Это вот из серии для тех, кто заходит в компанию BMW, дай думай, так, что бы мне купить? И вот в силу того, что модельный ряд, он большой, всегда найдется, что вам предложить. Вот не хватает только еще какой-нибудь копеечки на нашем рынке, для того, чтобы была полная картина для всех автомобилей, как паркетников, так и седанов. Поэтому, ребят, здесь выводы делают только вам. Покупать этот автомобиль, не покупать. Если кто-то рассматривает для девушки, либо там для жены, либо вы парень молодой, сам по себе, невысокого роста, пройдите, покатайтесь. В целом, машина вам, я думаю, понравится. Для города, подчеркиваю еще раз, для зимнего времени, нормальная машина, вполне достойная. Если вы с этим не согласны, парни, комментарии открыты, высказывайте ваше мнение, не стесняйтесь в выражениях, но самое главное, давайте объективную, обоснованную критику. Шел один день, шел второй день, я поездил по трассе, я поездил по городу, потолкался в пробках и понял одно, что в этой машине просто-напросто нету души, но не та, это вот BMW, которую люди привыкли видеть, которые хотят видеть. Когда ты покупаешь BMW, ты хочешь получить автомобиль, который что-то может тебе дать. А здесь, ты понимаешь, ты садишься, да, он внешне симпатичный, присаживаешься по интерьеру, но интерьер здесь, опять-таки, на любителей, одни говорят, это вообще динозавр, другие же говорят, вроде бы и неплохо, все на вкус и цвет, и самое главное, кошелек. Поэтому здесь не добавить, не убавить. Вот таким этот получается тест-драйв, вот не просто-напросто, больше нечего добавить. Себе бы я эту машину точно не купил бы, однозначно. За 2,200 я бы лучше взял бы себе седанчик, либо же взял бы паркетник от какого-то другого производителя, пусть это будут японцы, корейцы. Но вот в этом плане BMW хочется что-то покруче, хочется что-то помощнее, пошустрее. В общем-то, два полноценных дня хватило для того, чтобы понять полностью автомобиль, что он из себя представляет и сделать выводы. За него говорят лишь его продажи. А этот автомобиль покупают, но очень мало. Я лично помогал покупать два таких автомобиля и каждый из них уходил в покупку жене. Поэтому выводы остается сделать только вам. Покупать, не покупать, друзья, переходите в комментарии, пишите ваше мнение, обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят только свежие новости. До новых встреч, всем пока-пока!